Welcome, welcome, welcome. Все просто в шоке. С низкого даже аналитики, сейчас комментаторы, все говорят, что такой игры никогда не было. За всю историю его присутствия в чемпионатах, а нам показывали, он уже играет четвертый сплит, следовательно, второй сезон, у него ни разу, ребят, на минутку, он мидер, ни разу не было 5 киллов с плюсом. 5 киллов это его максимум. В этом матче он сыграл 12-0-4, по-моему, такая была статистика, 12-0-4. Никогда не было больше 5 киллов у человека. Два года гоняет и ничего не получалось. Сейчас и именно в самой важной игре, ну, наверное, еще и пока не самая важная игра, одна из самых важных игр команды Сплайс. Он одерживает победу, громит бланка лучшего, ну, в этой серии, по крайней мере, мидера. И, ну, выигрывает игру для своей команды. От контрпика они выстраивали свой матч. Ракаты, правила вам я рассказывал. В Корее немножко другие правила. В Корее последовательность идет, поражение победы, поражение победы не имеет значения. Та команда, которая выше в сетке, будет сначала играть на синей стороне, потом на красной, на синей, на красной. И только в четвертой, в пятой игре там какие-то правила есть. Кто проигравший, вроде, может выбирать. В Европе же проигравшая команда выбирает сторону. Я опять чат не убрал, да боже мой. Проигравшая команда выбирает сторону. И сторона, сторона, блин, сторона команде Ракат Синяя кажется лучше. Хотя они проиграли до этого игру на синей стороне, но решили еще раз сыграть на синей стороне. У нас такие бывают. Здесь иногда матчи, когда, я помню, Best of 5, все пять игр играют, и все пять игр команды играют на одной и той же стороне. То есть обе команды считают, что они лучше на этой стороне играют. И у Дамни сразу же делает пик дайвера убийцы. Только я заговорил о том, что у команды Сплайс вроде все получилось с танком на топе. Не обязательно у Дамни брать что-то другое. Как ему забанили двух чемпионов, на которых он мог сыграть, минус Суэйн, минус Сион, забанили Тамкенча. И убив Тамкенча, Ракаты открыли возможность Камиле появиться в этой встрече. И тут же Сплайса забирает себе Камилу. Напоминаю, что Галлио все еще открыт, как все плохо сейчас может закончиться для команды Ракат. Галлио открыт, Зака забирает команда Сплайс. Что делать Ракатам? Им нужно сейчас контрпик делать к этому Заку. Если они не сделают контрпик к Заку, они получат баны этих чемпионов. Не будет у них никаких Сиджуань, не будет у них никаких Трэшей. И надо сейчас это забирать. Забирает Трэша сейчас, пораньше. Ну, хотя бы одного уже забрали. И забирает Райза для Бланка. Это лучший его чемпион. Судя по всему, они все же на этом закончат. Ну, в смысле, эту стадию банов-пиков как раз он закончит на 2 Керри и Трэша. Но оставляют открытыми для себя еще Лесника. Это минус Сиджуани будет, скорее всего. И минус Скарнера наверняка сделает команда Сплайс. Потому что Скарнер, Трэша, опасная комбинация. С Плайсом же сейчас надо забирать Галлио. Но они побаиваются брать Галлио, наверное, в Райза. Хотя чего боятся? У вас суперкомбинация. Камила, Зак и Галлио. И как с этим бороться, я не вижу в команде Ракат. Но они решают оставить на потом. И Скарнера хотят оставить открытым, что ли? Зачем они Моргану сейчас забрали? Идея понятна. Типа, Моргана хорошая против Трэша, хороший пик. Про это я уже много раз рассказывал. На прямая контра к нему Кассинг умеет играть на Моргане. И плюс Скарнера можно не бояться. Ну, посмотрим, будут ли они сейчас тратить бан на Скарнера с Плайс. Может быть, они хотят как раз заманить в ловушку команду Ракат. Мол, берите Скарнера себе. Только он вам не поможет. А нет, никаких ловушек. Сами его убирают. Ну, Ракатом теперь попроще. Надо от Галлио просто избавиться. И тут думать-то нечего. Я не знаю, что они так долго думают над своим баном. Может, на вторую стадию хотят его оставить. Банов пиков. Ну, то есть, во второй стадии... Не, вот все, Галлио забанили. Это нам с этого экрана видно. Моргана и Мид может. Ну, теоретически, конечно, может. Но не на про-сцене. Солоку это сработает. Солоку и Лулу Мид можно сыграть. Сплайсы выбирают не Сиджуани бан. Все же, я предполагал, Сиджуани в скипбан. Но они убирают Олафа. Интересно, какого чемпиона вы тогда хотите взять, чтобы вы так сильно испугались Олафа? Ну, Скарнер, я уже говорил, это суперкомба. А вот Олафа-то зачем? Кассиопею, как жесткий контрпик, Крайза убрала команда Ракат. Это хороший бан, потому что более злобного чемпиона для Райза в игре не существует. Со всеми остальными, в общем-то, он справляется на ура. Райза в лейтгейме имеется в виду. Ну, есть равенство с Азиром. Но Азир уже забанен, поэтому можно не бояться. И Сплайс сейчас выбирает себе Аде Керри, который будет хорошо работать вместе с Заком и Камилой. И все еще сохраняет контрпик для низкого. Забирают они как раз-таки Джина. Видели мы с вами, как команда Темрикет его отыгрывала. Видели мы уже, как корейцы его отыгрывали. И Джин везде пока побеждал. Ну, Ракатам надо просто сейчас добавить чемпиона, который будет хорош против Зака и Джина. Сиджуани все еще работает, можно брать. И нужно разобраться с топером. Дело в том, что просто взять контрпик к Камиле будет нехорошей идеей. Но дело в том, что те контрпики, которые есть против Камилы, они будут плохо под сетап подходить. Поэтому, наверное, лучше брать под Сиджуани Камбу какую-то. И чувствую, они сейчас остановятся либо на Гнаре, либо на Шене, либо, может быть, Владимира. Выбирают они все же Шена. Про Владимира здесь идея заключалась в 3-1-1 спритпуши. Гнар и Шен это как раз чистый тимфайт, где у вас была бы комбинация ультов. Ну и жесткие контрпики это Фиора, Дариус, Клетт. Ну, Клетт, кстати, мог зайти. Но я не знаю, Профит играет на Клэде или нет. Скорее, нет. И низкий, интересный делает пик. Скиллбейс линия с хорошим лейтгеймом за счет ариановской ульты. Но это надо уметь делать, понимаете? И вот сейчас мне интересно посмотреть бы статистику за всю историю от низкого на Ариане, потому что я что-то не помню его на Ариане. Я вот больше помню его весь сезон, играющего на таких стандартных чемпионах. Вот, и чтобы Ариану он брал, это более такой ответственный ход для команды. Но, чувствую, они верят в своего мидера. Но он сегодня показал нам, что он могет больше 5 киллов делать за сезон. 12 киллов на Ксадине. Ксадина в этом матчу брать теоретически тоже мог, но он бы проиграл очень жестко линию. Он и перед этим-то, вы видели, мучился против Талии. Здесь уж совсем было бы все плохо. Но Арианы хорошая линия против Райза. Там они просто стоят, оба фармятся. Ну а дальше за счет Зака и Камилы. Но все же как-то рассредоточены. Получился пик у команды Сплайс. Сейчас идея идет в усилении Камилы, усиление при помощи Моргановского щита, при помощи Ариановского щита. И, мол, она должна будет закерить. Все в руки УДА, мне переводит команда Сплайс. И вот это как раз похоже на домашнюю тоже заготовочку. Две домашние заготовочки Сплайса уже нам показали в этой серии. И не многовато ли стратегии за один день, как говорится, спалили вы. Особенно вот по поводу, не многовато ли то, что у вас первая стратегия сработала, почему бы ее не повторить? Тем более, что Ракаты не забанили вам ни одного из мидеров. Они решили пойти другим путем. А почему против пуш-чемпионов Кассиопея сложно? Он ведь под вышкой за счет вэшки неплохо фармит. А, Кассиопея, это не Кассиопея, это Кассадину ты имеешь в виду. Ну, потому что тебя харасит, пока ты пытаешься фармить. Я тебя немножко удивлю, но вот эти вот ребята, которые сейчас стоят на миде, они тебя уничтожат, если ты будешь пытаться под вышкой фармиться. Каждый раз, когда ты будешь пытаться золотитить крипов, тебе в лицо какой-то будет лететь скиллшот, тебе в лицо будет лететь автоатака, и при этом они будут настолько идеально с этим работать, у меня с этим пока не получается работать. Ну, я не мидер, оно и понятно, если бы я на миде играл, уже бы с этим справился. Вышка тебя не будет бить. Ты настолько идеально все делаешь, что... Только русские не палят стратегии. Хорошая отсылка к Virtus.pro, это ты прав. Virtus.pro и вправду. Не палили стратегии, сыграли на MSI тренировочные матчи, и решили не открывать все свои стратегии, потому что перед плей-оффом готовились на чемпионате ЛЦ. Это они молодцы, конечно. А вот сплайсы решили все показать, все, что у них есть. В первой игре они сыграли через своего мидера, и подарили ему фри-линию, после этого он превратился в монстра. Во второй игре они играть будут через ОДАМ. Негде попытаются подарить ему фри-линию, но даже если у него не будет супер прям фри-линии, дальше уже есть много всего для него. И Ариановская ульта, и Моргановский щиток, и Джин, который будет на себя много внимания привлекать, команда Ракат. Им придется пытаться как-то его убить в первую очередь, и Джин, а не о Камеле думать. Ну и посмотрим, есть ли какие-то ответы у команды Ракат. Дело в том, что, как бы это сказать, оба матча, которые Ракаты выбирают, они пока типичные стратегии выбрали, ничего не придумывая. Первую стратегию играли за Рейкан, вторую стратегию играли через пуш-бот-лейна, соответственно, выигрываем время для Райза, и дальше Райз всех победит. Но это такое, знаете, сработает или нет, сейчас посмотрим. Райз показывает нам Бланка в регулярном сезоне, если он проигрывал игру или если выигрывал. Если выигрывал, то у него хорошее очень было преимущество и по золоту, и по фарму, и при этом по киллам, плюс 1,3 было. А если он проигрывал, то он все равно делал киллы. То есть получается, что в предыдущей игре как раз-таки он даже соответствовал своей статистике. О, этот момент обворовал Зака, или нет, подождите. Не-не-не, вру, вру, Зака Синебаф остался. Пытался зайти моментом в чужой лес, пока нам эту статистику показывали. За кем лейт, кто тут будет посильнее? Тут типичная такая ситуация, где сложно определить за кем лейт. Дело в том, что если будет 5 на 5 сражаться, ракаты разгромят, конечно же, сплайсов. А Камила очень слабо будет в 5 на 5 сражениях. Ну, прошу прощения, но у команды сплайс из Ариана, в комбинации с которой Зак и Камила будут неплохие, тут все это индивидуально в уровне игроков зависит. Я бы поставил лейт чуть-чуть за сплайсами в равенство, просто потому что у них больше возможностей. У ракатов маловато возможностей. Шен упрется в Камилу, и хорошо, если Шен вообще не будет умирать от нее, потому что она очень сильна. У нее трудомаг, у нее автоатаки, и у нее мобильность по сравнению с Шеном. Она просто монстр в лейт-гейме. Ну, так вот. Конечно, не такая, как Фиора. Если бы тут была Фиора у команды сплайс, у них бы еще слабее был тимфайт, но при этом еще сильнее был бы сплитпуш. Ну, так или иначе, у команды ракаты сплайс примерно равны лейт, с равными возможностями, но, правда, эти возможности разные. У команды ракаты хороший пик потенциал за счет трэша, оси Джуани, и они могут как раз-таки устраивать ловушки. У нас здесь Зоркс перехватывает бланк, случайно пробегал у нас бланк. Он шел на топ, хотел помочь с Камилой посражаться Шену, запушив Ариану. Ну, и Зоркс оказался на топе, на прикрытии своего топера, про это я говорил, что ему будут помогать. Ну, а команда сплайс, вернусь к ним теперь. У них хороший лейтгейм в стиле 4-1, и при этом сложно их за тавер давить. Ариана, Моргана, Зак, это все шикарные спасатели вот этого тимфайта заветного. Так что я бы тут... Скорее, все же за сплайсами, я уже сказал, это 55% именно потому, что больше возможностей. Все. Про это мы поговорили, давайте теперь уже наслаждаться красивой игрой Профита. Да, он игру красивую все же не показывает. Туда мне очень классно его побеждает, и Профит, который когда-то играл в команде СКТ, понимает сейчас для себя, что в команде СКТ ему больше не быть. Хоть у команды СКТ сейчас проблемы с топером, они не могут определиться, с чем им играть, и завтра для них ключевой матч для команды СКТ, в котором они участвовать не будут. Но завтра команда и Рокс Тайгерс играет, и команда КСВ, если обе эти команды одержат завтра победу, и команда СКТ как бы хорошо не отыграли свою последнюю игру в этом сезоне, они останутся вне плей-оффа. А если эти обе команды проиграют, то там будут переигровки, а если какая-то одна из них переграет, будет разница очков смотреть. В общем, завтра очень важно для команды СКТ, чтобы вот все прошло. Ну, ура! Кинг-зоновцы сыграли, как монстры, как обычно. И Рокаты желательно, чтобы победить. Так будет попроще для команды СКТ. Хорошие тут скиллшотики летят в трэша. Трэша, конечно, мучительная линия, но и мы с вами наблюдаем, как комбинация... Так, это что тут у нас? Плей-офф квеш... А, это вопросы. Вопросы отослать комментаторам. Так вот, наблюдаем, как Кэтлин, даже с Трэшом, это, кстати, хороший комбат, Кэтлин плюс Трэш, не могут ничего сделать Джину и Сморганы. Настолько иногда один саппорт может поменять все. Сегодня вот мы как раз, когда марафон играли на руссервере, вот на ботлайне. Ладно, я плохой Джин, я это не отрицаю, но там одна Моргана просто всю линию побеждала и ничего не сделать. Она выхиливает весь паук, который выдает Джин, он идет в никуда, при этом еще агрессию проводит и, в общем, не победить было эту линию никак, хотя даже Джин с Тамкенчем это тоже сильная довольно линия. Там они идут в плей-офф в Сильвер Джизус, если Рокстайкерсы победят. Там Сильвер Джизус пишет, вроде, если КСВ проиграет, то с КТ точно идут в плей-офф. Да, при условии, что Роксы одержат победу. А если Роксы не одержат победу, у них будет равенство очков и будет у нас переигровочка между этими тремя командами. Так что все там очень важно и надо смотреть. Ну, завтра это будем обсуждать, не сегодня. Сегодня у нас уже плей-офф уже плей-офф в Европе, а вы тут со своей корейкой лезете. Моргана выхиливает. Ну, здесь Моргана не выхиливает, конечно же, а вот нами выхиливало как надо. На Моргана она только может поукать. Зоркс видел, как у нас Сиджуани спустилась на ботлайн и решил потратить свое время с пользой и украсть синие баф. Даже подумал, а почему бы не только синие баф украсть, а все забрать здесь, потому что, скорее всего, Сиджуани в ответ, так как она понимает, где сейчас находится Зоркс, Момантик забирает себе здесь ответный синие, ну и этот забирает себе два. Так и странно, что он не пошел на волков, теоретически, их он тоже мог забрать. Тем более, что Ариана сейчас показала, куда ушел Бланк, и они знали точно, что Момента обворовал, ну, не весь синие леса частично. Зеркс пришел на мид, сразу хочет делать дайв, и здесь по Райзену, Райз ушел глубоко под вышку. Объясню, почему он это сделал, он ощущает вот это вот как раз присутствие Зака, Зака давно не было на карте, Зак, скорее всего, забрал синие баф, и может выйти сейчас на Бланк, и Бланк позволил себя запушить, потому что все равно и Гуси Джуани сейчас ушла на реку. Я, ну, я, наверное, оговорился, что Моргана выхеливает, а я имел в виду Нами тогда вот с Олуху, то, что была, оговорился. Пиум, пиум, пиум. Хорошо так выглядит, конечно, кушка Джина, ну, кстати, Джин не перефармливает Кейтлин. Эстонские Адекери у нас любитель кагмавов, любитель вот этих вот собачек, ну, он на самом деле больше мне запомнился именно на этом чемпионе. Вообще, про эстонского Адекери, кроме того, что он из Эстонии, сложно что-либо такое плюсовое сказать. Дело в том, что у него нету какой-то сигнатурочки. Ну, наверняка, там, в своем подъезде все знают, что он там супер игрок на, ну, не знаю, на Варусе, допустим. Но именно вот на ЛЦС уровне это не было. Замечено, Бланка здесь пытается убить, но сразу же Шеновская ульта идет, стяжечка идет Ариана по трем игрокам и у нас Флэш потратил на убегание Зоркс. Попытался он на меде организовать скилл на Райзе, но так как Райз у нас играл уже с Магрезом, соответственно, два игрока, Зак и Ариана, которые носят только магический урон, убить его почти никак не могли. Но с другой стороны, они Шеновскую ульту усиняли, это тоже плюсов, правда, обменяли это на флэш. Да, дамаг Ариана на лейнинг фазе катастрофично хорош. Выходит, Зоркс у нас на топ лейн, это будет Тауэрдайв, через УДА мне ульту, никак уже профит отсюда не убежать, подкидывание, идет ульта, Тауэрдайв, порту, еще кастоваться какое-то время, и вы могли через ульту Камилы как раз очень быстро убить Шена, а потом уже смотреть на ситуацию. Думаешь, новая ИРЛ выйдет на просцену? Ну, конечно, выйдет, хоть раз-то выйдет. Вообще, не было исторически ни одного такого чемпиона, который бы реворкался или это, но не выходил на просцену, кроме Йорика, как мне кажется, Зоркс умрет, у него нету телепорта, и вопрос теперь только момента, ой, телепорта, вопрос только телепортом спасет ли его, о да мне, это происходит, спасает, Зоркс упрыгивает, хорошая комбинация дуомейтов у нас из Румынии, кто не знает, и о да мне, и Зоркс, оба Румыны, и они сейчас отрумынили бедного профита, но в итоге Бланк таки все же настиг их на своей ульте, прибежал и через флеш заработал килл. Так вот, единственный чемпион, который на просцене так и не появился после реворка, либо просто как новый чемпион, это как раз таки Йорик. Все остальные чемпионы хоть раз появлялись, люди их пробовали, некоторые закреплялись очень хорошо, такие как Зая Райкан, некоторые закреплялись чуть похуже, такие чемпионы, такие чемпионы, например, как Варвик, он вот целую неделю играли все, но Винрейт оказался низкий, что-то все на него забили. При этом в Солоку Варвик как раз монстр. Что немножко странно, потому что у Варвика как раз все обилки идут для командных сражений. Тут тебе и Фирс инициации, которую надо скоординировать именно в команде, тут тебе и пассивка, которая показывает, где находятся все игроки на карте, у которых меньше 50% ХП, вы всех видите на карте, соответственно, ты можешь подсказывать именно своей команде в Солоку, это не подсказать никак. Ну, такая вот интересная тема получается. Йорика пик... Да нет, Йорика там пикнули, но не на про-сцене, там... Мы не про... Ребята, давайте еще раз. Про-сцена это 5 лиг. Ну, вот сейчас вроде как собираются сделать, что вьетнамская лига тоже будет про-сценой, это будет 6-ая про-сценой лига. То есть, ЛЦС, это Европа и Америка, ЛЦК, это Корея, ЛПЛ, это Китай, и ЛМС, это Тайвань. Вот это про-сцена. Все остальное, это мусор. Ну, они, конечно, молодцы, но это уже Wildcard регион, и то, что там происходит, это то же самое, что с Олоку, зачастую не очень интересно смотреть. Хороший врыв здесь идет под Зоркс, но... Шеновская вальта опять все это дело останавливает, и теперь надо уже бежать в команде Сплайс, потому что Норкс Керрин кидает Хук, но Зак уходит на своей ульте, игнорируя Хук от Норкс Керрин. А любопытная ситуация, Норкс Керрин мог нажать свою окушку еще раз и полететь вместе с Заком под вышку, но это было бы страшно. Поймите меня правильно, относительно ЛЦСа, Европы, Америки, Кореи, Китая, то, что происходит в Вьетнаме, то, что даже во Вьетнаме, то, что происходит в Бразилии, в Латинской Америке, в Турции, на РУ-сервере, ну, РУ-чемпионате, это даже близко, не просто сцена. Там слишком слабая игра, и любая из этих команд там будет занимать очень высокие позиции. Из этих команд, ребята, они, возможно, даже чемпионами бы стали в каждой из этих лиг, там и в Бразилии, и в Японии, и в Турции, каждая из этих команд бы стала бы там чемпионом. И это учитывая, что они здесь даже не чемпионом. Так что, то, что там пикают Йорика, это они, конечно, молодцы. Вот когда пикнут Йорика здесь, когда пикнут Йорика в Корее, вот тогда поговорим. А там Йорика молодцы, взяли, я рад, конечно, показали. Ну, там, есть вот этот вот грустный пример, он и вроде бы и фактурный такой очень получается, то есть, вау, круто, вот это рекорд. А с другой стороны, грустный пример. Кира в прошлом сплите, ну, который был в прошлом году, сыграл 14 разных чемпионов в 14 играх. И команда Гамбит заняла все равно первое место. Вы серьезно? Ну, что это такое? Ну, как это может быть? Чек сыграл 14 разных чемпионов, абсолютно разных. То есть, это не то, чтобы они там похожи по механике какие-то. Абсолютно разные чемпионы были. То есть, на каждую неделю надо было готовить несколько разных стратегий, казалось бы, но никакие стратегии они не готовили. Все остальные-то играли своих чемпионов. Просто Кира менял ради фана чемпионов, потому что ему было скучно играть на одном и том же. Вот и все. А потом он подумал, а почему бы не сделать челлендж и не сыграть каждую игру разным чемпионам и все равно побеждать. Хороший человек, хорош во всем. Только Мета против вот этого выражения, что хороший человек, хорош во всем. Бланк у нас дает ульту. Пытаются они поймать у Дамни. Один только Бланк туда улетает. В моменте догадывается, что Бланк улетит туда и не перехватит таким образом у Дамника. И у Дамнику они здесь перекращают побег. И видите, у команды Сплайс хуже работает игра через своего топера, нежели когда они играли через мидера. Счет в итоге по золоту чуть-чуть идет за ними, но только лишь чуть-чуть. И это как раз за счет того, что Шен себя пока никак не может реализовать, но зато Сплайсы за убийство Дамни забирают Инфернал Дрейка. Кто следующий Дракон? Клауд. И сейчас, наверное, про себя Рокаты думают, блин, а вот был бы Инфернал Дрейк в предыдущей игре? Ведь когда у нас был жесткий лендинг фаза, жесткий early game, мы бы себе все забрали. Показывают нам, видите, Зоркса статистику в этом матче, когда вы играете не через мидера, насколько она отличается. Блин, низкий тут обокрал просто моменты на ровном месте. Почему минус стрим? Стрим идет. Или что, у вас случилось что-то? Да нет, походу один человек там у него что-то случилось. Ну, по крайней мере, поток от меня идет. Что думаешь про Кайса? Найдет ли она место на постоянной основе? Думаю, на постоянной основе пока не найдет, но вот в патче 8.6 она немножко усилилась. Но у нас здесь врыв. Повтор показывает не самый лучший. Но вот после этого повтора мы с вами попадаем в ситуацию, где сражение оказывается на миде. Идет в пользу команда Сплайс. Они зарабатывают 2 кило уже для удавни. И нам нужно, пожалуйста, с нуля. Теперь этот повтор. Как вообще Ракаты сюда залезли? И зачем им это было нужно? Ведь Сиджуани была без ничего. Она не могла здесь воевать. Она была без здоровья, без маны. И у нее даже обокрала Ариана Рапторов. Нам это показывали. И после этого Ракаты зачем-то пошли воевать на миде. Это была даже война не за вышку. Насколько я понимаю. И мне кажется, это выкидыш был полностью игры. Потому что еще сейчас уда мне сверху на вышку заберет. И уже 3000 преимущества. Еще Геральтка. Нет, все. Это... И знаете, вот обидно за Ракат то, что... Не то, что они проиграют, а то, что они даже не пытаются. Они не придумали ничего в ответ. Я уже говорил. Вторая игра это стандартная просто стратегия. Ничего не придумано. Сплайсы пошли забирать вышку. Смотрим. Момент делает врыв, видимо. Норскерин до конца пошел. Шен прописывает там, там Клинс. Ульта Сиджуане. Низкий дает ульту. Отфлешивается. И они развалились. Джин закайтила. Риана закайтила. И Камилья зарабатывает. Она киллы. Проблема была... Вам нужно больше урона. Давайте скажем прямо. Вот в чем была проблема. Райс не обладает таким уроном, которым нужен. Все же, не забывайте. У них Шен в команде. Шен ничего не делает в начале матча. Вообще ничего. Сейчас бы разницу в 3К называть выкинуть игру. Но вообще-то это конец матча. Здесь выиграть я не вижу возможности для команды Роккад теперь. Потому что они проигрывают Инфернала. Проигрывают по морали. Это обязательно. И у них лейтгейм чуть-чуть послабее был. Вы хоть понимаете, что Камила сейчас заработала фри игру для себя. И она сейчас 2-1-1 превратится в 5-2 точно. И может быть даже не умрет ни разу. Слишком у нее все хорошо. С трех предметов она уже убьет Шена один на один. Шен никак ее остановить не сможет. Так вот, проблема Роккад, почему они проиграли это сражение, у них Шен. Шен очень слабый. И чтобы Шена нивелировать вот это вот отставание, вам нужен очень сильный либо мидер, либо джанглер в этой стадии игры. А у них на миде скеливающийся получается райс. Ему надо еще предметы накопить и так далее. Каплю там настакать. Руа он не собрал, он собрал Абисалмазку, чтобы быстрее урон наносить. Это, конечно, он молодец. И при этом еще у них Сиджуани, которая, ну, пустая. Она только станы прописывает. Минус вышка еще одна на миде. Тир-2 это за счет Геральтки. И уже можно даже вокруг Ношора собираться. Армор есть у Зака, соответственно, сплайсом урона то уж точно хватит. Но они пока решили в сторону своей Камилы сместиться и попытаться прошу прощения залпом сломать эту вышку. Свинья не ультанул варианту под вышка. Там Клинс была, она знала это и хотел пассивку сделать. Я знаю, что хотел Моменто сделать. Хотел пассивку использовать по максимуму. Просто если бы он дал ульту, то пассивка бы его потерялась и все равно бы Клинсом ушла. Тут ловит у нас Бланка, который пытался на синий баф сместиться. Камила зарабатывает килл на нем, получает Моргановский щиток, остается в живых. Кто не помнит, эту комбинацию у нас показала команда... А какая команда это была в прошлом году? Мисфиты или те же сплайсы? Та же самая комбинация была. Моргана плюс Камила, только тогда на меде стоял Галлио, которого, конечно же, забанили ракаты. И против этого бороться вообще невозможно. Кто не понимает, почему невозможно? Камила под щитком Морганы абсолютно бессмертна. Она делает врыв и все. Тогда сверху приземлялся Галлио. Вы выкинуть Камилу из тимфайта ничем не можете. Тогда больше игрался не танки джанглеры, а больше ютилити вот эти вот джанглеры. Ой, джанглер, оговорился. Не танки саппорты были, а как раз такие ютилити саппорты. Жанна, нами, вот такого рода были. Да и Браун тот же самый, делает через Моргановский щиток. Камила просто приземляется, на тебя сверху приземляется другой игрок и ГГВП. Ничего не сделать. И вот в этой игре то же самое. Донаты работают. Донаты я отключил, потому что они эхо там давали. Таунт у нас прописывает профит здесь по Удамне. При помощи вышки профит доносит свежий удар по Удамне. Неплохой, но это только при помощи вышки. И у Дамне еще не три предмета, про которые я говорил. Когда он их соберет, шансов у Бланка не будет. А доджит щиток ульту Поппи на Моргановский. Да. Спокойно доджит. Ульта Поппи влетает в никуда. Тауэрдайв очередной. Ульта Зака недалеко выкидывает профита, потому что тот все еще был в стене Камил. И Камила до конца доламывает эту вышку. Этот матч действительно завершился. Вопрос теперь о том, готовы ли Рокаты пойти на какой-то риск. Напоминаю, что у них есть Бланк. Его сигнатурочка все же не Райз, ребят. Его сигнатурочка считается Лебланк. И я думаю, вы понимаете, почему. Он в Корее, когда играл в Челленджер Лиге своей корейской, он как раз-таки был известный Лебланк-плеер. В Европу он приехал и тоже несколько игр сыграл на Лебланке, на Зэдде и выигрывал их. В этом сезоне он в основном только на Райзе играл, матч выигрывал именно только на Райзе. Готовы ли они рискнуть и пойти в какой-нибудь 3-1-1, где Профит будет как раз играть на какой-нибудь Камиле, где Бланк пойдет на свои Лебланки, а вот остальные будут просто выживать. А Ванюшка, твой донат мы обязательно потом прочитаем, не волнуйся. Так, я, да, его отключил, потому что эхо было, там какой-то баг произошел, поэтому пришлось отключить. Появился уже стирак у О'Дамни, видите, даже до конца не доделывает теомат, дело в том, что он понимает, нужно будет сейчас тимфайтиться. Чисто 4-1 тут уже не поиграть, пора уже как-то ломать вышки у оппонентов под вышками, а не просто одного шена пропушивать. 8.6, Зеда, наверное, просто не пикать начнут. Да, вполне реально Даскблейд, хоть и ослаблен, но при этом, понимаете, большинство чемпионов, которые вот получили бафы в этом патче 8.6, они могут играть и без Даскблейда, то есть Даскблейд, это, конечно, крутая тема для них, но можно и без этого их поиграть, и вот это мы даже сегодня ощутили в Солоку, до этого я тоже смотрел стримы некоторых ребят, которые увеличили, можно сказать, свой уровень игры на этих чемпионах, на всех. Там Казикс, который Даскблейд игнорирует, уходит в Госблейд, а урона с кушки гораздо больше идет. Ну, посмотрим, как это будет все работать на про-сцене, но это будет уже в Корее. Ребят, хороший хук, но промахивается вам по Казингу, а Казинг попадает своей кошкой, из флеша Куабая, делает стильный килл на трэше Норскеррина. Не готовы, Рокаты оказались к этому плей-офф-матчу. Не готовы, потому что домашних заготовочек они не заготовили, на две игры они играют тем, чем они играли весь сезон. Тут тебе и тот же самый профит на Ариане, на этой Мношене. Тут тебе и тот же самый Бланк на Райзе. И Хик, стандарт, Норскеррина, Трэша тоже играл в этом сезоне. Ну, теперь уже матч. Идет к 2-0, и мне кажется, терять нечего Рокатом. Пора выстреливать в следующей встрече, попытаться сыграть что-то, чем они могут удивить соперника. Кстати, как проигравшая команда, они опять будут выбирать сторону, про это я говорил. Вот это любопытная ситуация, как раз то, что вы сами выбираете сторону. Кстати, тоже у меня вопрос к ним, а зачем вам синяя сторона? Я вот слабо верю в то, что они не могли заметить, что на синей стороне они проиграли перед этим игру, и проиграли из-за контрпика. Так почему же бы себе не урвать контрпик? Ведь если задуматься, суперпики они себе не забрали. Они взяли себе Кейтлин на ферстпике. То есть, неужели они посчитали, что Кейтлин оба выиграла матч, а не низкие на косадине? Хорошая ульта, но кассинг прожимает просто клинс, который у него есть. В этой игре, как видите, он играл у нас с книжкой. Хико товардайвит у нас минус Хикори, он зарабатывает 2 килла. О, да, мне зарабатывают еще 1 килл уже для своей команды. Просто 2-10, и можно забирать вышку минус 11 тысяч. Так вот, вернусь к мысли про кассинга. В этом матче, видите, он играет через книжку, а не через замедлялку. Это связано с тем, что у оппонентов некого замедлять. Не забывайте о том, что в предыдущей игре он сыграл через ту же самую Твин Шэдоу, вот, которую сейчас он собрал в этом матче. Но там было двойное замедление, и он знал, что ему придется Скарнера останавливать, который будет утаскивать игроков. В этом матче Скарнера нет, есть дайвер Сиджуани, и трэш, который тупо не пройдет. Вот, в общем-то, и все. А в предыдущей игре был Рейкан, которого надо замедлить, в предыдущей игре был Скарнер, которого надо замедлить, и поэтому он играл через Глассил Шраут, ну, и поэтому сейчас книжкой взял себе Клинс, чтобы не было никаких возможностей у оппонентов поймать Маргану, может, убить ее, и потом переключиться на Джина, либо Низкого. А Байнер пофиксили, не собирает его что-то? Ну, Байнер чуть-чуть пофикшен, но не настолько сильно, чтобы его вообще не собирать. Я думаю, тут связано с чемпионами, то есть, заметьте, Зоркс у нас две игры подряд играет на Заке, Зак не может собирать Байнеру в команд, Маргана не может собирать Байнеру в команд, тем более через такой билд, который она делает. В предыдущей игре у нее была Микаэль и Твин Шэдоу. В этой игре Твин Шэдоу, и по логике Микаэль тоже можно делать, потому что там Шэн, Таунт, и Сиджуани. У Ракатов Трэш может собирать вот его. Все. Момента только третьим предметом, но что в этом матче, что в предыдущей, просто до трех предметов не дошел. А так, его собирают, ну, в основном, это Браун этим занимается, Браун, там, Кенча, вот это их предметы. Олаф, это если из лесников, Скарнер может собрать, но Скарнер в предыдущей игре вот пошел через другой предмет, это, я думаю, связанное, ему нужна была больше тонковость. Будут какие-то офф-топ игры в ближайшее время, нам надо Final Fantasy пройти. 12-ую часть мы уже прошли довольно приличную часть времени, надо будет ее допройти, а потом будем разбираться и планировалась 15-ая финалочка у нас здесь Tower Dive, минус 2 игрока команды Роккат и есть ли шансы у Хика, Хик пытается пострелять, но его трипл килл зарабатывает Ориана, Ориана смещается к своему Удамнику и Зорксу, но они загнали Профита вместе с Бланком на ступеньки, там у них идет регенерация, там единственное безопасное место на карте и даже там Ода мне до них достает и 2-0 в этой серии, ну сплайсы очень хорошо готовы и чувствуется, что вот они как раз неделю потратили не зря, а вот Роккаты тренировали то, что и так умеют играть без обид, но когда вы умеете что-то уже делать, зачем это снова тренировать, надо бы как-то попытаться подготовить, все же это Best of 5 подготовить какие-то новые стратегии, на которых вы сможете удивить соперника, заставить их мыслить, думать и совершать ошибки, а так какие ошибки могут быть у оппонентов вот у команды Splice, когда они видят то, что вы возьмете все то же самое, что и обычно берете, вот тебе результат, ну и низкий, однозначный MVP двух игр подряд, дико классные ульты на Ариане, Ариановская ульта на Миде, все поменявшее и превратившее игру из 2-1 по объектам Рокаты впереди в 2-3 Splice плюс 2000 или там даже 3000 было, низкий бессмертный, да, ну а мы идем на небольшой перерыв, после него будем продолжать смотреть, улыбка пуль, а